В этом выпуске почти выживший, двух охотников одним зайцем, на волоске, барабанные друзья. Начинаем Тандер-шоу! Уверен, многие из зрителей найдут в герое самого смешного видео этой недели своё отражение, по крайней мере в том, что касается везения. Двигаясь в сторону точки захвата на своём ИСе, он становится мишенью для вражеской авиации. И как ни вовремя, на мосту укрыться негде, помпы падают буквально в паре метров от несчастного. И кажется, всё кончено. Чудесным образом он выживает после первого сброса. За ним следует второй, который ИС также успешно терпит. Неужели опасность миновала? Ну, теперь надо только починиться, и можно ехать отбивать точку. Да, похоже, от судьбы не убежишь. Настигнет во что бы то ни стало. Зараза. Юджин Инвейджин, не расстраивайся. Не повезло в бою — повезёт на Ютьюбе. Вот твои пять тысяч золотых орлов. Когда у тебя на хвосте два крайне опасных истребителя, а поддержки ждать неоткуда и неоткого, остаётся лишь одно — продать свою жизнь подороже. Именно в таком ключе развивался ход мыслей пилота этого «Тандерболта». А вот о чём думали пилоты Мессеров, сидя у него на хвосте так долго — загадка. Возможно, каждый из немецких асов хотел, чтобы фраг записали именно ему, а не конкуренту, который явно хочет стырить бесценную добычу. Но кончилось это тем, что оба охотника пошли на счёт преследуемого одинокого американца. Да, вот что называется жадность сгубила. А ведь всего-то надо было держать дистанцию и вовремя отвернуть после нанесения критических повреждений. Спасибо, Джузбокс М8, за твой ролик. Держи пять тысяч голды в награду за труды. Эпичность может порой заключаться не только в том, как что-то произошло, но и в том, как что-то не произошло. Например, вот эти два джентльмена были буквально в сантиметрах от того, чтобы дружно рухнуть на землю, зацепившись друг от друга крыльями и лопастями винтов. К счастью, такой участь им удалось избежать, и в процессе получились весьма впечатляющие кадры. Смотрите сами — всё действо буквально пропитано напряжением от начала и до конца. Благодарим The Johnny и вручаем ему заслуженную награду. Скоро она будет зачислена на его аккаунт. Командная работа — залог успешного нагиба в бою. Судя по всему, всё больше игроков понимают эту простую истину, и количество присылаемых нам роликов, посвящённых неожиданным дружеским порывам, также растёт. Так, например, в этом бою автор получил повреждение двигателя, но не имел прокачанных запчастей. Ему пришлось надеяться, что какая-нибудь добрая душа поможет добраться до точки с помощью троса. И, о чудо, такой добрый самаритянин и впрямь нашёлся! Как всё происходило дальше — смотрите сами. Сергей Бедарёв, поздравляем тебя с победой и с новообретённым товарищем! Вот твоя голда! Время выбрать лучший комментарий недели. Женя Эл сказал... Движок сломан. Долетишь до аэродрома? Я доеду. За который автор получает тысячу золотых орлов. Пожалуйста, ответь на победный комментарий своим игровым имейлом и именем игрового аккаунта для зачисления приза. Друзья, обращаем внимание, что процесс зачисления золотых орлов может занимать до пяти рабочих дней. Спасибо, что смотрели Тандершоу. Теперь давайте напомним правила участия. Шаг первый. Запиши и смонтирай видео длиной до трёх минут, подходящее в одну из четырёх ранее упомянутых рубрик. Внимание! Видео должны быть опубликованы впервые. Закрытые видео и видео с доступом по ссылкам мы не принимаем. Видео также не может нарушать авторских прав третьих лиц или компаний. Шаг второй. Подпишись на наш канал по адресу на экране, а также поставь лайк этому видео. Шаг третий. Залей своё видео на YouTube и пришли нам ссылку на тандершоу собакагодин.ру, обязательно указав в письме имя своего игрового аккаунта и электронную почту, привязанную к нему, чтобы мы могли зачислить на него твой приз в случае твоего выигрыша. Каждую неделю мы награждаем четырёх победителей суммой в пять тысяч золотых орлов. А ещё у нас дают бонусы за лучшие комментарии недели, так что снимай, присылай, смотри и комментируй. Халявы хватит на всех. До встречи через неделю.